Суд над одним из двух канадцев, находящихся в заключении в Китае, прошёл за закрытыми дверями. Заседание длилось всего два часа и завершилось без объявления приговора. Майк Спейвор предстал перед судом северо-восточного города Даньдун после двух лет предварительного заключения. Ему выдвинуто обвинение в шпионаже. Канадским дипломатам внутрь попасть не удалось. «Как вы знаете, произвольное задержание продолжается более двух лет. Мы очень обеспокоены ситуацией. Мы требуем его немедленного освобождения. И, учитывая характер задержания, мы удивлены, что слушания вообще начались, поскольку, как я уже сказал, прошло более двух лет». Поддержать канадскую дипломатическую миссию пришли 10 представителей из восьми стран, включая Великобританию, США и Австралию. «Мы очень рады, что США оказали поддержку Майклу Спейвору и Майклу Коврегу. Мы также тесно сотрудничаем с Соединёнными Штатами, чтобы добиться немедленного их освобождения. Надеемся, что суд найдёт способ их освободить». Представителям посольства Канады не разрешат присутствовать и на суде над вторым канадцем Майклом Коврегом, которого также обвиняют в шпионаже. Заседание намечено на понедельник. Вердикты обоим обвиняемым обещают огласить позже. Им грозят сроки от 10 лет до пожизненного заключения. Спейвора и Коврига арестовали в декабре 2018 года. Как предполагается, их задержание стало ответом Пекина на арест финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ванчжоу в Канаде. Она попала в руки правоохранителей по запросу со стороны США, которые добиваются её экстрадиции.